Субтитры создавал DimaTorzok 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 Конечно же данный узел разбирался Оооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооэта ржавчина чистой воды этот у нас шипник просто смазки да ну ты тут же ржавые элементы их ты он тут еще и это присал то успал под присал прокатись на нашей карусел прям вообще не шуточная делать уважаемые зрители он тут так нормальненько присыл прокатись на нашем карусел о пошел рады мы да ну нафиг так не бывает да а понадобно конкретно он тут прикипал ржавые да одну шагу съемником помял но это все херня отрегулировал и поставим новую ну вот уважаемые зрители видим что тут вообще конь не валялся все подзаржавело катушка это скорее всего стопудово бушка скорее всего она с японии как всегда и видала какие-то морские виды так что тут в принципе стандартенайшен ситуэйшен вот так ну что давайте проверим подшипники как правило убивается самый крайний подшипник вот здесь который как раз вот в этом месте и у нас образуется большая щель для попадания агрессивной среды уважаемые зрители я показывал если существует возможность лучше ставить масляный барьер вот что заржавевший этот шар видно у меня там внутренние это поржавело обоим машин даже нормально не встает видите что творится ну он конченый да тут даже если до конца и вот я пока вставить не могу и он вообще полностью конченый без вопросов ну знаете этот еще имеет место быть вот но этот просто вообще полный трэш хотя вот уважаемые зрители можно и покатать одеваю его на кисточку и послушаем все уже весь хрустит в руку отдает пальцами если держать верхнюю обойму чувствуется как эти уже шары там не круглые а уже треугольные уже все до кирдык полнейший как правило и умирает этот крайний подшипник этот еще у нас да имеет место быть вот видим такую ситуацию ну что будем его менять все это дело сразу исправлять ну я и думаю здесь что нибудь тоже как-то оккультурить оккультурить и 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 Ну вот так уже лучше, да? Как раз сделал под 10-ти рублевую монету, чтобы уже не было никаких проблем в поисках инструмента и чтобы уже не раздабливали. Чтобы уже любой оленяка уже мог открутить. Он прям чутенько так подогнал. Но в принципе особого тут такого эстетичного вида уже не нужно как бы. Главное, чтобы была практичность. Так, ну что, кноп у нас готов и приступаем его к сборке. Мы поставили масляный барьер, который нам поможет продлить жизнь данного подшипника. Всё. Тишина. Резьбовой фиксатор уже у меня там нанесён. Как обслужить кнопку, у меня есть видео от этого, как бы заморачиваться я тут не буду. Вот, есть маленький-маленький зазорчик специально, чтобы новые подшипники не зажимало. В процессе всё-таки пришлось поменять два подшипника, потому что один он как бы более-менее, но он всё равно как бы уже наполовину изношен. И издавал такое неприятное шуршание. То есть такой был полупокерный. Пришлось всё-таки оба подшипника заменить. Всё. Чётенько. Чётенько. это лучше чем было ну что банда вот с кубом мы закончили выглядит все как-то так более-менее работает абсолютно беззвучно все безо всяких вопросов а а а а а Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует...